Субтитры сделал DimaTorzok 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 соответствующий настрой то есть не то что я там жду от них там каких-то результатов таких сверх естественных но когда я знаю когда я присутствую дети знаешь что я присутствую не всегда лучше чувствовать себя я считаю вообще нужно в этом направлении шпл как-то как-то какое-то направление выделять воду в воду для фанатов радость чтобы вы приезжали с барабаном с транспарантами но и пожать тех родителей которые соответственно приехали поболеть такой намек такой просто так я думаю что футболки и другого атрибуте мы обязательно выдадим воликой с баскетом и в любом случае вы дадим и конечно для нас это первый опыт когда приезжают родители конечно мы сделаем все для того чтобы родителей фанаты баскетбола смогли беспрепятственно пообщаться и с олимпийскими чемпионами 28 числа мы сделаем конечно же пропуска чтобы смогли сфотографироваться не только дети но и родители я думаю что для родителей это тоже это тоже будет очень важно очень приятно андрей расскажите как складывалась игра то есть были ли какие-то отставания там догоняли и выходили вперед вновь отставали то есть как как дело в том что мы все игра качели бы полностью качели вся игра на протяжении значит первую часть идет выигрывает углич половину заканчиваем одну очку выигрывает боковита боковита выходит вперед 3 четверти плюс 12 да да по ряду причин в трое выходят основные игроки а по ряду каких причин если не секрет пять фоллов фолы 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 как бы немножко больное место на этом турнире потому что я считаю что и первую игру они наши боковита должны были выигрывать в челны сити только из-за того что основные игроки набирают пять фолов выходят из игры а нет тех людей которые их могли заменить полноценно полноценно вот результат пожалуйста по то есть грубо говоря есть какой-то костяк из играющих не да остальные постольку пошел бы скажем так я и я очень рад что так неожиданно мои сыновья никита и данила попали в этот костяк вот ну честно говоря это бывает так раз жизни ребята у нас небольшой городишко там 20 тысяч населения оттуда приехали город город советский хантамасийской автономный округ где кстати вот это западная часть хантамасийского округа где шбл почему-то нету не не дошли еще не дошли да на это надо подумать так вот и просто они приехали на них посмотрели ну было что у них заложено предложили поиграть естественно я согласился я думаю что это было правильным решением да андрей такой несколько абстрактный вопрос что вам больше всего понравилось в условиях проведения суперфинала чемпионата в целом может быть вообще я начал шпл смотреть тюмень потом курфо и участок суперфинал мне в принципе нравится все организация помимо то что не то что вот сам сам баскетбол прекрасные все вот эти номера которые вы показываете те команды которые там легион там еще другие приезжают это супер это вообще я просто я снимал это все приезжал советский показывал своим там знакомым на работе друзьям первому тренеру моих ребят фотография с белом это было супер когда стоял белок и два моих сына по бокам можно сказать это пропуск везде практически он на второй мир баскетбола как минимум тренерскую сразу вешает фотографию мне очень нравится конечно я считаю для школьного баскетбола великое великое дело и если как сказать сказать нужен ли он я 2 3 4 5 по нему за это что андрей нынче у нас 5 юбилейный сезон в связи с этим буквально пару слов может быть какие-то предложения какие-то пожелания может быть есть у вас у нас есть например матч тренировок да там восток он будет 26 конечно а почему на будущее не не как бы матч родители для этого надо привезти родителей сюда пусть прежде я здесь я нахожусь чтобы не приехали родители почему я приехал на следующий год андрею поручен когда я тоже так и родительское фановское движение и пусть собирает команду почему я не садятся в автобус это будет здорово но и еще я в принципе всю жизнь играл по скетболу желание вот мне почему завтра за восток не выйти чуть-чуть поиграть конечно конечно все решаемо все обсуждаем хорошо конечно договоримся спасибо вам андрей а ну а мы переходим к следующему гостю поскольку наш чемпионат международный здесь сегодня у нас предстоит присутствует болтман который является представителем школьной баскетбольной лиги кэс баскет в монголии да и она же является сопровождающей обеих команд юноши и девушек болтман добрый вечер первый вопрос который интересует не только нас но и наверное всех вот должны были приехать 23 апреля приехали 24 потеряли вас не могли найти но слава богу все обошлось скажите в чем была проблема почему так произошло из-за могу ли вот эти 108 сюда приезжают но но нам придется ехать очень долго четыре ночи пять дней на поезде но этот раз как-то прямой рейс до екатеринбурга из монголии не совпадал поэтому мы опоздали день то есть вы добрались до екатеринбурга и потом был большой простой да хорошо скажите ну все добрались играете как проходят игры у ваших юношей девушек сколько побед сколько поражений ну они играют на хорошо особенно наши юношей играет хорошо уже два выиграл два раза выиграли и уже сегодня-завтра тоже будет надеюсь что они выиграли хвалите хвалите юношей тем временем я слышал что сегодня девушка забила забила сколько 7 3 3 7 3 с центра площадки но девушка тоже хорошо играет но они пока не одного раза выиграли но еще и надеюсь что у них играть впереди но это сильно все равно 7 3 с центра поля хорошо баба расскажите сколько команд монголии играет в этом сезоне в этом сезоне мы проводим кэс-паскет по всей монголии до участвует из 21 провинции монголии и 9 районов из ламбатра столицы монголии там . финале участвует 122 команды по три возрастной категории но в этом году участвует более 600 школ и пятьсот десять тысяч и школьников участвует финале только более 200 2700 участников финале это успех по трем возрастам а скажите много ли зрителей присутствует на матчах да у нас по была полная зритель постоянный аншлаг да да даже мы вот организовали вот лучших как лучших зрителей конкурс лучших болельщиков ясно расскажите насколько хорошо в монголии разве баскетбол или же на там разве какой-то может быть другой вид спорта то есть вот как это у нас считается в это самые традиционные лицами вид спорта это борьба и тоже бокс тоже у нас завоевали золотой медаль в олимпийской игре и пикини но паскетбол это популярный вид спорта все вот дети все школьники могут играть все любят играть но много основного не по среди школьников пройдется вот соревнования по баскетболу разным возрастом и считаю что это здорово скажите балма все ли нравится нравится ли находиться здесь если желание участвовать следующем сезоне и может быть что-то хотите пожелать поздравить как-то нас все-таки 5 ювелирный сезон но всегда нам приятно участвовать в финале кис паскета но всегда остается наши дети довольными им всегда вот говорят что спасибо что нас привели нас нет они тоже думаю что они если они могут сказать вам слово спасибо не скажу вот я желаю всем удачи что я спас к пищу оплачивались не только вот россии и могу ли по всей мире ну на себя что я знаю что к нам приезжают представители министерства спорта республики беларусь поскольку у нас председатель попечеческого совета григорий алексеевич работ кто активно нам помогает сегодня является государственным секретарем союзного государства я думаю что в следующем сезоне мы все-таки эту тему доделаем и к нам присоединятся еще школьники из беларуси там саша мы с тобой знаем что наши партнеры активно ведут переговоры с украинской федерацией баскетбола может быть и украина там присоединиться поэтому все кто в принципе хочет участвовать в нашем наверное не проекте скорее всего уже в движении мы всех конечно приглашаем будем всем рады всем тем кто принимает участие в кэсбаскете и говоря ты когда задавал болме вопрос я хотел дополнить что волна приехала согласно нашего регламента приехала как руководитель приехали тренеры команд но и по нашему регламенту волна с собой привезла судью то есть когда ты задаешь вопрос саша о том что как развивать баскетбол наверное одним из показателей является то как знают как минимум как люди знают правила баскетбол как они судят сегодняшний имен в баскетболе и у нас здесь присутствует судья из Монголии и я спрашивал у коллег которые взяли опеку над судьей из Монголии я к сожалению именно я не смогу выговорить вот у нас здесь присутствует и надо признать что коллеги по судейскому корпусу отзываются очень хорошо что судья во первых очень много бегает активно знает активно участвует в игре потому что на играх два три судьи участвуют и в принципе с точки зрения профессионализма никаких претензий к судье нет еще раз повторюсь судейство на высоком уровне надо должны ну соответственно можно сделать вы что действительно в Монголии баскетбол есть правила все знают и значит игры мы надеемся проходят в соответствии с регламентами которые утверждены фибра ну что друзья я предлагаю поаплодировать нашим гостям это был второй выпуск с баскет тиви увидимся с вами завтра пока